Вторая тема, которую сегодня пообсуждаем, это стандартные библиотеки языков программирования. Конечно, нет нужды реализовывать какие-то стандартные алгоритмы, но есть смысл представлять себе, как они работают примерно, за сколько времени и чего от них можно ожидать. Поэтому я здесь сейчас поперечисляю некоторые стандартные структуры данных, которые есть в библиотеках распространенных языков программирования, и пообсуждаю оценки на время работы этих структур данных. Во-первых, как мы уже разобрали, есть такая структура данных, динамический массив. Здесь будем разбирать C-Sharp, C++, Java, и там он называется, соответственно, лист, вектор и рейлист. Доступ к элементу в этом массиве выполняется, как в обычном массиве, за у от единицы. Добавление нового элемента за амортизированное время у от единицы. Все эти стандартные реализации автоматически не уменьшают размер занимаемой памяти. Нужно этим озаботиться программисту самому. Также все реализации поддерживают сортировку за о от n-logan времени. Поэтому нет резона писать сортировку самому. Более того, я даже скажу, что не стоит этого делать, потому что в стандартных языках программирования обычно уже есть достаточно оптимизированная, хорошая сортировка, которую довольно сложно самому написать. Также все эти языки поддерживают бинарный поиск. Либо бинарный поиск простой, который понимает по отсортированному массиву, находится ли данный элемент в нем. Либо есть еще вот такой вариант бинарного поиска, который по данному элементу находит в массиве наименьший элемент большей данного. Также это делается бинарным поиском тоже за о от логарифм n. Конечно же стандартные библиотеки поддерживают элементарные структуры данных, такие как связанный список, стеки, очереди и также еще двусторонние очереди. Называются deck, калька с английского, deck, что сокращение от double-ended queue, то есть двусторонняя очередь. Это очередь, у которой можно с обеих сторон класть новый элемент и с обеих сторон выбирать последний положенный элемент. Далее, большинство стандартных библиотек поддерживают в том или ином виде хэш-таблицы. В C-Sharp, например, это dictionary, в C++ оно direct map и хэш-мап в Java. Мы еще подробно разбираем анализ хэш-таблиц и особенности их реализации. Можно пока что считать, что время работы запроса в хэш-таблицу – это ожидаемое время от единицы. Хотя на самом деле это сильно зависит от деталей реализации хэш-таблицы. И даже более того, можно сказать, что в стандартных реализациях обычно нет гарантии ожидаемого время от единицы. Нужно что-то поделать самому, прежде чем появится такая гарантия. Но мы это обсудим в последующих лекциях. В этих всех хэш-таблицах хранится ключ и ассоциированное с ним значение. Можно также удалять элемент за от единицы, ожидаемое время. И можно добавлять элемент за амортизированное ожидаемое время от единицы. Вот сейчас вы должны понимать, что это означает, амортизированное ожидаемое время от единицы. И хэш-таблица занимает от N памяти. Сделаю небольшой комментарий по хэш-таблице в C++. В C++ стандарт требует некоторые вещи от хэш-таблицы. А именно, если кому интересно, он требует, чтобы итераторы на элементы не инвалидировались, как говорят, когда вставляются в хэш-таблицу новые значения. И вот из-за этой особенности стандарта, из-за этого конкретно требования, реализация хэш-таблиц в C++, она несколько более медленная, чем реализация в C Sharp, например, и Java. Это, наверное, несколько неожиданно, потому что вообще-то C++ это один из лучших языков для реализации именно быстродействующих алгоритмов. У него, во-первых, очень оптимизированный компилятор, во-вторых, у него хорошо очень оптимизированная стандартная библиотека. Но вот такой небольшой сюрприз, оказывается, стандартная именно реализация хэш-таблицы в C++, она довольно неэффективная. Возможно, это еще поменяется в будущих стандартах. Но есть сторонние реализации хэш-таблиц в C++, которые, конечно же, лучше, чем соответствующая реализация в C Sharp или Java, потому что эти языки, они, во-первых, управляемые, а во-вторых, они компилируются на лету. Там нет таких оптимизаций при компиляции, как в C++. И во всех этих языках есть стандартная хэш-таблица, которая не ассоциирует с ключами значения, а просто хранит ключи. Иногда такая структура тоже нужна, нужно иметь ее в виду. Ну и нужно иметь в виду, что на самом деле она реализована точно так же, как соответствующая хэш-таблица с ключами и значениями. Если вы заглянете в код стандартной библиотеки, то почти наверняка увидите, что эти структуры данных даже разделяют в многом общего кода. Все эти три языка также поддерживают стандартные отсортированные контейнеры. SortedDictionary, Map в C++ и 3Map Java. Все эти контейнеры поддерживают запрос и вставку нового элемента за O от логарифм N. Так же, как и с хэш-таблицами, вставляется ключ и ассоциированное с ним значение. Обратите внимание, что никакой амортизации здесь нет. Все выполняется за O от логарифм N в худшем случае. Структура данных занимает O от N памяти и также поддерживает ряд дополнительных операций. Во-первых, можно перечислить все содержащиеся сейчас элементы в нашем контейнере в отсортированном порядке за O от N. Это потому что на самом деле в каком-то виде они уже там хранятся отсортированные. Но, конечно, эта структура данных не такая уж простая, там не просто массив, а она динамическая, можно менять эти элементы. И мы попозже в теме про так называемые бодеревья разберем, как такую структуру данных можно реализовать. Помимо этого, эти структуры данных поддерживают операцию что-то вроде бинарного поиска, которая по данному элементу находит наименьший элемент в нашем контейнере, который больше данного. В C-Sharp тоже есть такая операция, но, к сожалению, в имеющихся сейчас реализациях стандартной библиотеки она работает за O от N. Но это может поменяться. Она, в принципе, могла бы и должна бы работать за O от логарифм N, как бинарный поиск на отсортированном массиве. И есть, помимо таких вот контейнеров, содержащих пары ключ-значения, просто динамические отсортированные массивы. То есть массив, который как бы внутри уже всегда отсортирован, это выполняется неявно, выполняется с помощью структур данных типа бодерева, которое мы рассмотрим в последующих лекциях. И можно выполнять над этими массивами примерно такие же операции, как и над контейнерами отсортированными. И тут ситуация в некотором роде аналогична ситуации с хэш-таблицами. Это практически на самом деле одни и те же структуры данных. Одни просто содержат ключ-значения, а другие просто ключи. Если заглянете в стандартную реализацию библиотеки, то увидите, что, скорее всего, они разделяют между собой общую часть, и большая часть кода у них просто общая. Мы, конечно, в рамках этого курса поразбираем, как такие штуки реализовать, но поразбираем их не для того, чтобы вы реализовывали еще раз свою собственную стандартную библиотеку, а для того, чтобы добавлять какой-то функционал, которого стандартно нет. Ну, например, в C-Sharp нет вот этой вот функции как бы бинарного поиска в динамическом отсортированном контейнере. А ее можно было бы реализовать и довольно просто. И для этого может пригодиться собственный контейнер. Но есть еще ряд довольно интересных операций, которые стандартная библиотека не поддерживает, но которые легко реализовать, если у вас свой реализован динамически отсортированный контейнер. Ну и мы поразбираем это в теме оба деревья.